Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь тут? Есть кто-нибудь тут? Есть кто-нибудь? Тут кто-нибудь есть? Я же слышу, кто-то идет. Как нет? А кто говорит-то? Всех приветствую вас, дорогие друзья. Ну что ж, достало время для очередного социального эксперимента. Давненько, ребята, не было меня. Отдыхал я немножко, старенький уже стал. Но сегодня мы будем вдовь проверять. А этот раз я притворюсь старым слепым курьером. Тровяную комбо. Старый, слепой, да еще курьер. Наивысшая точка лояльности должна быть по сути. Но проверять мы сегодня будем, ребята, и богатых, и обычных людей. Насколько богаты люди? Вы, как вы видите, мы стоим возле азбуки вкуса, куда ходят богатые питаться. И мы сегодня посмотрим, насколько они будут отзывчивы. Проникнутся ли они ситуацией? Помогут ли они по итогу дедушке? Вот что меня, ребята, интересует. Проверка еще, ребята, будет не только слепым дедушкой, но и обычным. Такая, можно сказать, миксовочка будет. Как видите, атрибуты у меня все присутствуют. Заряжен по максимальному. Ребята, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем будут проходить различные розыгрыши, а также оповещения о игровых стримах. Да, ребята, я стримлю игры. И если кому интересно, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Скоро я проведу там денежный розыгрыш. Обязательно нажмите кнопочку участвовать. И рандомным образом мы выберем победителей. А с вас, ребят, лайки, комментарии, полная активность. И тогда я для вас сделаю пушку просто, которая вам понравится. Давайте начинать. Без вставления, ребята. Погнали. Здесь есть кто-нибудь? Тут есть кто-нибудь? Прошла мимо. Якобы не слышит. Тут есть кто-нибудь? Кто-нибудь есть? А помните эту серию-то, да? Это рублевки-то проверяли богатых. Ребят, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Очень интересно было. Ссылка в описании будет. Как они быстро-быстро прям проходят-то. Мужик смотрит, стоит. Не поймет, в чем дело. Не поможете мне заказ доставить? А почему у вас номера скрыты? А? Почему так надо-то? Подвези тут недалеко. Нога просто подвернулась. Да, странно, ребятки. Номера скрыты. И своим помочь не хочет коллегам по церкви. Хоть я не таксист, но сегодня бы в одном котле варимся, так сказать. У меня, говорит, дела. Если что, он уже, наверное, так часа три стоит, тут четыре. А давайте тряпку ему снимем. Типа сняли. Сейчас, короче, будет розыгрыш. Опа. Проверил. Номера закрыты. Сразу газовать начал. Странный, в общем, ребятки, таксист. Уже не первый раз мы на него попадаем. И никогда он не помогает никому. Блин, что-то это... Живот прихватило. Съел, наверное, себе эту шурву, которую вот там покупали. Сейчас это... Уголька, в случае, не удойдется. А то это что-то прихватило. Не, вообще ничего. У вас что-то случилось? Что-то да. Что-то плохо, да. Живот прихватило у меня. Вот, держи. Поможешь. Чего это такое? Да это универсальный сорбент. Полисор. Наше российское лекарство. Как российский? Вон, а нет, по-русски написано. Это не зарубежное, случайно, опять какое-то? Не, наш. Уже давно на рынке. Слушай, а я так угольком, по-старинке, как-то привык пользоваться. И что, какой эффект? Да у него вообще широкий спектр показаний. Там, на травлении у тебя аллергия, диарея. От похмелья, кстати, помогает. Диарея? А это вот у меня желудок сейчас заболел. Отравление, походу, у меня. Поможет? Скорее всего, поможет. Его можно применять детям с рождения, а также беременным и кормящим женщинам. Ага. Ну, тут, наверное, воды надо. Полисор. Интересно получается. И все более 60 килограмм, одна-две столовые ложки с горки до приема. Ну, погнали. Надо размешать. Вот. Вот этот порошок, интерсорбент. Он, получается, там впитывает, да, все? Вот это вот. Да вообще, я его с собой всегда таскаю. Он универсальный, много мест не занимает. Купи он себе такой, не пожалеешь, сэкономишь на реках. Что-то сегодня, это, шурба привокзальная не пошла. Сочувствую. Так, все, значит, пью. Давайте. Нормалек. Все, спасибо, друг. А ты, это, в следующий раз вот там такую штуку тоже полисорба-то захвати. А то, мало ли, там меня приспичит. Зачем вы нам указываете, что нам делать? Мы можем снимать где угодно, если что. И распространять любым законным способом. Если вы закона не знаете, тогда делись. У вас вон тут везде камеры понатыканы. Они нас снимают же, правильно? Что это такое вы мне? Какая-то копия, беседе печати. Что вы мне даете вообще? Печать от ресторана. Ну и что, это такое? Что, что? То есть, это вот внутренний ваш закон какой-то, да? Да. Мы аренду плоти. И этот закон выше... Здесь нельзя снимать юмор или что-нибудь. Ну тогда полицию вызовите. Хорошо. Не сбежите, да? Нет. Вызывайте прямо сейчас. Хорошо. Вызывайте. Я не сбегу. Я тут буду. Хорошо. Подожди. Хорошо. И вы, заложенный, вас оформим. Заложенный, вас оформим. Что-то нарушаем? Да. Но я думаю, все прекрасно и в порядке. Вот объясните этому человеку, а то он законов не знает. Объясните, пожалуйста. Вот эта вот Фелькина грамота их не может стоять выше Конституции Российской Федерации. Понимаете? Это какие-то внутренние законы. Я сейчас тоже свое напишу, бумажку какую-нибудь, что я имею право тут снимать. И все. К старому курьеру привязались. Вам не стыдно, молодой человек? Тратите наше время, свое время. Еще и полицию отвлекаете. Вам оно надо? В общем, ребят, на дворе шел 22-й год, а нам до сих пор съемку запрещали. Претензий нет никаких? Не хотите еще раз. Все, спасибо. А вам спасибо за адекватность. О-о-о! Поехали! Есть кто-нибудь? Не, никого. Как это никого? Есть кто-нибудь? Тут есть кто-то? Все мимо проходят. Здесь есть кто-нибудь? Тут есть кто-нибудь? Здесь есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь тут? Просто, ребят, так выгодно, наверное. Но я же, типа, все равно не увижу. Просто мышью пройти вот так и нормально. Вот это, ребятки, эксперимент неплохой. Все мимо проходят. Это что, мы в такой стране, что ли, живем, да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Есть кто-нибудь тут? Есть кто-нибудь? А где я нахожусь, скажите, пожалуйста. Азбука вкуса, вот магазин налево. Все, спасибо. Так, это ладно. А помогут ли заказ-то доставить? Телефон сел у меня. А я что сделал? У меня зарядка. А мне тут недалеко нужно заказ доставить. Я что сделал? Не поможете мне заказ доставить? Не хочу, не буду. Земляк, я не знаю даже сам, куда мне ехать от аварии. Поможешь мне? Чем я тебе помогу? Я, я, су, москвич или кто? Поможешь, я тебе деньгами даже помогу. Я не о том, я тебе помогу, но чем я могу помочь? Провести меня на адрес. Куда? На адрес. Адрес какой? Красносельская, Верхняя, 8, корпус 2. Твою мать, ты с рядом. Что ты? Сейчас он спрашивает ушел. Я себе, конечно. Пошли, на адрес какой-то. А где, где он? Красносельская, дом 8. А где это, где это? Пошли, со мной, я уже узнал. А где ты, скажи где? Я сам дойду. Спасибо. Куда ты дойдешь, ты не в ту сторону смотришь. А куда надо-то? Ты мне просто скажи, я тут останусь. Я узнал адрес, пошли. Давай я тебе накидываю денежки в ногу. Пойдем, я тебе доведу. Пойдем, говорю. Все, все. До квартиры, пошли. Да не надо, спасибо. Ты и так... Пойдем, говорю. Ты и так нормально помог, все, спасибо. Да ты не дойдешь. Дойду. Да мне еще заказ тут надо получить. Да давай там отдадим. Да нормально все. Спасибо, ты и так помог. Спасибо. Как звать? Алексей. Алексей. Расчит. Леш, просто я сделал все, что сможет для тебя. Я тоже. Все, бэквиты. Спасибо. Здесь есть кто-нибудь? Кто-нибудь есть? Бетов. Есть кто-нибудь? Лысый. Лысый. Ну как? Как вот он мимо прошел? Ну что это за люди такие, а? Ну просто хотя бы окликнись. Дед мимо протоптал, посмотрел. Видишь же, слепой дед, курьер. Ну е-мое. Купил вот эти вот ботинки, ребят, в смешных сценах. Было написано, минус 40 держат. А сейчас на улице, вы знаете, плюс где-то. Так я вам скажу, у меня ноги замерзли в этих ботинках. Минус 40 написано держат, конечно. Кто тут? Кто тут? Тут есть кто-нибудь? Помогите! Кто-нибудь тут есть? Видели, да? Оружие прямо. Есть кто-нибудь? Где я? Вы у Азбуки Вкуса. А как мне? Адрес какой? Адрес Ленинградское шоссе, а вот номер дома я не знаю. Мне заказ доставить надо. Метро тут где? Метро здесь далеко. А как добраться до метро? До метро? Ой, слушайте, я не знаю, я просто на машине. А вы меня не подвезете? Вы знаете, я сейчас просто в другую сторону совсем. А, в другую сторону? Тогда ладно. Ребят, ну, сами все слышали, да? Как разговор находит там. Я на машине, а подвезете, а я в другую сторону. Ну, как бы тут 800 метров до метро. Не знаю, в какую сторону. Тут как бы по прямой. Есть тут кто? О, горе-то. На, дурила. Че это, че это? Погреешься. Не, дядя, дядя. Ты замерзл. Не, я не пью. Там. Напоить хочет. Котлеты денег-то увидел. Давай я отнесу, отдам. Ты будь тут, ладно. Кого, заказ? Да. Какого хрена? Да нет, там должен именно Яндекс.Курьер отдать. Блин. Все нормально. Если хочешь, пойдем, доведу. Да я понял твой вайп. Я сломил его. Давай, я говорю, попозже чуть-чуть. Окей? Не, если хочешь, пойдем, дойдем. Ты отдашь и идите куда хочешь. Чтоб я знал, что я человеку помог действительно по-нормальному. Да ты и так помог. Я понял, куда идти. У меня все в голове сложилось. Ты же курьер. Ну? Как мне до этого добраться, блядь? Докуда? Ёбаня, эта улица, блядь, ну ее нахуй. Сказали, здесь мост, Богородский храм. Вот туда прямо и направо. Я тебе так показал, а ты мне так, видишь, ну, как бы друг другу помогли. Вот видишь, как друг другу помогли. Если тебе работа не нужна, друг, кому? Ну, к вам, к примеру. Я уже иду на работу. А, ты еще и живешь. А где работаешь? А где работаешь? На мясокомбинат, на Микоян. А, Микоян? Я такой, откуда, да? Я опять иду. Папа может, походу, да? Чего? Папа может? Я вас понял. Ха-ха. Ну, я тебе объясняю, постой, будь человеком. Ну, стою. Ты, видишь, за тобой уже следят. Кто? За тебе какая разница? А кто следит-то? Ну, они же увидели, что ты выйдешь. Поэтому они ждут. Кто они? Кто сейчас подходил? Ты что, ты думаешь, отнять могут? Может, надо спрятать деньги куда-то? Кто на месте? Ничего прятать не надо. Так я ж курьер. Я понимаю. А им какая разница? А кому им-то? В общем, я пошел. Давай. На теореты дашь хоть? А я ж тебе дал уже. Тебе-то хорошо. Нет, я тебе дал уже. Я-то работаю, а ты почему не работаешь? Так я на работу езжу, ёпта. Так вот, у тебя недалеко. Недалеко. Я ж тебе дал уже денег-то. Ладно. Давай. Давай. Ребята, в общем, этот человечек немножко меня в смуту хотел в такую вести, что за мной кто-то смотрит, якобы помочь мне, влиться в доверие. Хотел мне сразу бутылочку дать, какого-то клофеллида доверняка. Подлить мне. Но его хитрый план не удался. Тут вот такие ребята. Персонажи-то интересные ходят. Он вроде-то помочь хочет, а сам давай, давай, давай. В общем, его замысел не совсем получился. Когда я с пачки им деньги достаю, они такие, оп, подкидываются сразу. А? Прикурите. Прикурю. А это, не подскажете, где адрес? А то у меня телефон сел, дойти не могу. У меня нет телефона. Может, доведете? Какое? Верхняя Красносельская 8, корпус 2. До перекрестка или направо? Там я, конечно, Красносельская. До перекрестка? Направо или налево? Налево. Вверх. Налево? Ну, короче, вот сюда. Вот туда, да, надо? Да. Ладно, спасибо. Там уже и часам. Держи. Спасибо. Ну, пойдет. Дай еще одну. Пожалуйста. На. Все, давай. Бывай. Спасибо за помощь. А там уже находи сам. Кормус какой-то. Давай, давай. Третий, восьмой или нет? Стоят пацаны какие-то. А, они что-то замышляют по поводу бедя, наверное. Они там что-то замышляют. Хочет, наверное, посмотреть, куда я пойду. А, ну, типа тут камер, короче, много, а там их вообще нет. Кто тут? Кто тут? А сумочка-то Луи Виттон. Есть кто? Проскочил. Есть кто-нибудь тут? Да. Что вы хотели сейчас дать сказать? Кто тут? Что-то передовывал, ребята, вот мне помогать. Так, что-то посмотрел, окликнулся, такой, да ну на. Есть кто? Да есть кто-то! Вы кого потеряли? А как до метро дойти? А вы реально туда ходите? Не, я не пойду. Там, а, темно и б, страшно. Ну, пошлите, я вас часть проведу. Ну, сколько вы мне, скажите ориентир просто? Километр. Километр, вот прямо, да? Все прямо надо, так тут дороги надо переходить. Все хорошо, спасибо вам большое. Я тогда сам дойду. Километр, да? Давайте я вас на дороге доведу. Не, не, спасибо. Сейчас еще человек выдать, я подожду. Все, спасибо большое. Ну, это, ребята, это другое дело. Это вот женщина хорошая. Откликнулась. Молодец. Есть кто? А до метро не проводите меня? Вы знаете, я на машине, я в другую сторону еду. А на машине не довезете меня? Я в другую сторону, я еду сейчас в область. Ну, ладно, вот пусть едет и думает теперь. Ночью, наверное, спать не будет. Я ему проснюсь, ребята, обязательно во сне. Есть кто? Да, бать, что надо? До метро. Как добраться? До метро. Не знаете, где метро? Метро где? До метро. Киломорская. А где оно? Сейчас за угол. Их такой бой. За угол куда? Вот налево. А куда налево-то? Я не вижу, ребята, вы чего? А? Я говорю, я не вижу, куда налево-то? Я их в ступор немножко ввел, когда сказал, а где лево-то? Интересные тут люди проходят. Это обычные парни такие, нормальные. Тут есть кто-нибудь? Есть кто? Есть кто? Кто тут? Есть кто? Так, ребятки, вот эта вот семья мимо меня проскакивала, которая сейчас будет выходить. Я не знаю, помогут ли мне или нет. Есть тут кто? Кто-нибудь есть? А? Лысый! А, это его такой оранжевый рейндж-ровер. Нет, черный крузак. Ага, поглядывает теперь до меня, когда лысый услышал. Ну, а что, не лысый, что ли? По факту говорю. А вот эта дама в шубе на БМВ приехала. Потому что так демонстративно она брелок этот держит и заходит туда. Добрый вечер, у вас доставка или что? Добрый, человека жду. А, человека жду. Просто шокирование вот сейчас у этого курьера было, когда он на меня посмотрел. Есть кто? Кто-нибудь есть? Есть кто? Нет. Как нет? А кто говорит-то? На самом деле, такая ситуация-то может быть. Я, конечно, не знаю насчет курьера, но насчет слепого точно. Люди как-то мимо проходят, неинтересны им чужие проблемы, интересуют только они сами, сами себе на уме. В общем, вот в таком все стиле. Мне очень интересно, ребят. Сегодня меня кто-то отведет? Ну, вот из них. Из этого комьюнити. Кто тут? А вы играете, да, на гитаре? Да, играю. А можете сыграть что-нибудь? Да, вот за деньги. А бесплатно нет? Я зарабатываю. А за сколько сыграли бы? 100 рублей. За сотку? За сотку. А в долг не сыграете? Нет, в долг не играю. А какая у вас песня? Высоска. Сыграйте. Надо проводить их по самому, по краю. Бомба. А продолжение? Сначала день, а потом весом. Ну, тут не близко до метро. А где? Вот, ну вот как стоишь, вот слышишь, справа шумит дорога. Да. Вот так вот прямо вдоль идешь. А вы не проводите? Нет, это далеко я тороплюсь. А как ты собрался работать-то, если... Ну, вот так вот, через людей. Давай, вперед, двигайся. Я, говорит, не смогу, я тороплюсь, но тут все, и в ту сторону пошел. Что касаемо бездомных в этом плане, они как-то более гуманны будут в этом отношении. И стараются помогать, там, как-то подсуетиться, проводить. А здесь, здесь все по-другому. Ты как, бездомный или кто, или просто... Я бездомный. Вот тебе тысяча рублей, и играй тут на тысячу рублей тогда стой. Как я зовут, извини, меня? Рашид. Рашид? Да. Меня Марьбара зовут. Давай, навальвы. На броске могила, не сталь грестов, и в домы на них не рыдаю. Сюда кто наносит звуки дыр цветов, и вечный огонь заждаю. Вау-сен-чау. Поздоровился по-китайски, ребята. Вау-сен-чау. Кто-нибудь есть? Тут есть кто-нибудь? Кто-нибудь есть? Кто тут? Есть кто-нибудь? Тут кто-нибудь есть? Я же слышу, кто-то идет. Есть кто-нибудь? Здесь кто-нибудь есть? Помогите, кто-нибудь. Кто-нибудь есть тут? Помогите. Здесь кто-нибудь? Кто-нибудь есть? Какой-то слоненок прошел. Здесь кто-нибудь. Ну, разве от этого легче? Убраски могил. Здесь кто-нибудь есть? Ну, разве от этого легче? Ну, конечно. На таком бирюзовом колене-то подъехать. Короды высока, наверное, мешают помочь. Есть кто-нибудь? Хорошо играешь. Стараюсь. Да. Как я зовут, извините? Рашид. Рашид? Меня Мария Мороз зовут. Как звать? Женя. Саня. Приятная очередь. Саня Рашидовский. Адрес вот сейчас здесь показывают. Краснобогатырская, 2, С-38. Правильно я не могу? А? Так, у нас как-то. Люди добрые, есть кто-нибудь? Добрые люди, зачем шли? Пока не только слоненок. Чудескоятные. Зарабатывайте, пожалуйста. Кто-нибудь доведите до метро. Сейчас нужно приедет. Кто тут? Подойдите, не слышу. Кто подъедет-то? Помогите. Что такое? Вы меня не доведете? Я пешком. Пешком? Да. Вам кто-то подсказал. А метро где? Метро. Какое метро? Любое. Любое? Давайте я вас довезу до метро. Какое метро именно вам надо? Мне красносельскую. Красносельскую? Да. Ну хорошо, поехали. А как звать-то вас? Меня Насрула. Насрула? Откуда вы? Я с Таджикистана. Таджикистан. Почему решили помочь мне? Ну как почему? Надо же таким помогать. Насрула. Держи. Да не надо мне ничего. Да не, держи, держи. Не, не, не. Держи, говорю. А, нет? Держи. Не, не, без денег я вам. Это просто, в общем, я тебе скажу так. Ты молодец, на, держи. То, что решил помочь. Нет, не надо мне ничего. Да держи, говорю. Нет, спасибо. Да купишь конфет детям, на. Откликнулся. До Красносельской готов был ехать. Конечно, да, так не надо. Молодец, молодец. Молодец. Таджикистан, молодец. На каком канале снимаетесь? Что? Какой канал, спрашиваю. Какой? Звезда. Минус 200 баллов. Что говорите? Плохой актер. У вас давно вычислили. Кто? Как вам выставляете? Помочь вам чем-то? Да долго довести. А где вы живете? Красносельская. Подождите, пожалуйста. Это где? Какая станция метро-то? Красносельская. А, это прямо туда, в центр, да? Да. Ага. Сейчас мы вашу проблему решим. Каким образом? А я вам такси вызову, оплачу, и вы поедете. С ветерком, но не очень с ветерком, пробки. Но, по крайней мере, довезет он вас, это точно. Да ладно. А чего тут такого? Ничего страшного? Подождите, подождите. Я уже заказал. Сколько стоит до дома? Ничего не стоит. Они говорят, хороших людей возим бесплатно. Так сказали. Слушайте. Она прямо вот уже здесь. Она сейчас приедет, прямо две минуты. Вы на самом деле молодец. Как звать вас? Сергей меня зовут. Сергей. Дело в том, что мы снимаем социальный эксперимент. И вы вот попали вот в такой вот... Да вы что, смеетесь? Да, да, да. Спасибо вам большое за вашу доброту. Наверху снимают. А, вы шутник большой. Нет, ну а что вы, подождите, вы сейчас шутите. А если всерьезно? Не, не, всерьезно. Куда вас надо вести? Вас снимает оттуда скрытая камера сверху. Какая там скрытая камера? Я вам серьезно говорю, и вам зачтется это. Спасибо вам большое. А как вы домой доберетесь? Вы видите на самом деле? Я уеду на самом деле. Спасибо большое. Нет, правда, кроме шуток. Правда, кроме шуток. Отведите, пожалуйста, такси. Спасибо вам большое. Отменим. У вас детки есть? Да, сын один. Балбес летний. Возьмите, купите. Нет, 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 нет. У меня точно с деньгами все хорошо. Нет, нет, нет. Послушайте, я не возьму у вас. Вы, если можно, отдайте кому-нибудь, кто нуждается. Пенсионеры, бабушки, дедушки. Полно. Все, я понял. Я тогда... Ну, я понял, вы можете себе позволить такси и все, что угодно. Да. Ну, эксперимент, значит, эксперимент. Спасибо вам большое. Храни вас Бог. Все. Сергей, красавец. Храни вас Бог тоже. Молодец. Это, ребята, вообще красавчик был. Это выжил, я видел, выжил такси. Ехал. И оно стоило, между прочим, 1300 рублей, ребят. И то есть человек готов был 1300 рублей отдать. Ну, видите, от денег отказался. Я считаю, на таких людях земля держится. Такой простой, спокойный. Все, говорит, нормально, сейчас порешаем вашу проблему. Вот, вот таких людей нам не хватает, боже мой. Друг, ты что это? А? Доставщиком работаешь, что ли? Да. Ехал. А что? Да просто ты старый. Ну, да. Ну, как-то надо дожить, зарабатывать. Верхняя Красносельская, 8, корпус 2. Где это? Ой, блядь, не знаю, честно. У меня телефон, еще интернет закончился. Вот мне надо дойти без-то. Может, ты знаешь, старому помоги, он, прикинь, работает, блин, на доставке. Что там? У тебя сейчас нормально? У меня груз надо доставить. Ну, блядь, груз доставить. Как бы, господи, блядь, у тебя вопросом задался, блядь, знаешь, не знаешь? Найди, знаешь, кого? Молодого человека. Найди. Пару, блядь, блядь. Нет-то у него ни сфера. Нет, деньги-то у меня есть, но... Человека найди молодого, он тебе поможет. А вы не поможете? Я говорю, у меня интернета нет. А у него? Ну, я тебе телефон сел, блядь. А ты не местный, не знаешь? Ну, конечно, блядь, он местный, совсем силый, блядь. По нему невинный, что ли? Еб***ь, ты старый, блядь. Паридёк, конечно, шокирован был. Прям на лице было написано. Это единственный человек, наверное, за сегодня, кто удивился, что я курьером работаю. Вы видели его лицо вообще? О, а то деньги есть сразу, второй, деньги есть у тебя. Вон горячий кофе, просто холодно, там долго стояло. Спасибо. Спасибо. Просто холодно стояло. Спасибо большое, спасибо. Здесь адекватные работники, ажбуки вкуса. Не то, что на рублевке. Хороший кофе. Тут кто есть? Кто тут? Да, да, да. Мне помочь? Доехать до дома надо. И все, на этом диалог кончился. А вы меня не проводите? Ну, нет, нет, не в этом тоже. А вы не до машины? Нет, нет, нет. А почему вы мне помочь не хотите? Кому? А, не до машины даже были. Так, ребят, сейчас посмотрим, на чем гоняет. Мазда. Госномер, знак Р-971-C-A-69. Розыск, розыск. Блин. Я, я вообще, ребят, просто в шоке. Ну, вы представьте, ну, такую ситуацию, ну, слепой там, старик. Попросил проводить до метро. Нет, не может, нам не туда, не могу. Как это так вообще? А вы не проводите меня? Давайте я вас довезу, потому что я не пойду. Довезете? Да. Вы на машине? На машине. Как звать вас, уважаемый? Аркадий. Аркадий, спасибо вам большое. Сейчас у меня внук приедет, подвезет меня. Спасибо вам большое, что откликнулись, Аркадий. Ну, это вот человек в возрасте помог. А вот молодые. Старые, 30 рублей добавишь. Красиво, огромное. Что надо тут? Чего? Да нет, да нет. Все. Он попросил, я дал. Спасибо, огромное. Пожалуйста. Только алкоголь не берите, э. У нас есть, потому что. Все. Несмотря, ребята, что я достал целую пачку денег и чем воровать не стал или как-то провоцировать. Хотя вот тот другой-то, о, сразу на меня чуть-чуть набросился. А проводить не сможете? Сейчас, подождите, поставлю. Подождите, подождите. Я просто спросил, перестраховаться. У меня сейчас внук подойдет. А, спасибо вас. Как звать? Осет. Осет, спасибо. Откуда вы? Я чеченка. Из Чечни, спасибо большое. Чечня мимо не прошла, ладно. Яндекс.Еде как работает? Телефон сел у меня просто. А в тросте у меня навигатор. Вот так вот делаю. Просто по блютузу, по блютузу он коннектится и ведет меня. Мне бы до метро как добраться. Могу вот туда перевезти, на ту сторону, если хотите. Вот на ту сторону. А до метро? Да, на автобус 905-й. И он как раз до Войковского. А до метро? Метро. Метро рядом уже? Да. Не довезете до метро? Прямо сразу. Я просто, я уже три часа тут стою. Ну, пошлите, переведу. Нет, до метро надо. Там я не даю, я так же буду стоять там. Хочешь, вызову такси поедешь, если телефон сел. А, вы оплатить хотите? Ну, приложение вот сейчас найду. Ладно, спасибо вам. На такси. Возьмите. Не, не, ну, ты что? Ты что? Возьмите. Возьмите. Ну, надо мне. Возьмите. Как звать вас, как звать? Олег. Олег, спасибо вам. Возьмите. Не, не надо. Возьмите, возьмите. Вы готовы были нас довезти. Спасибо, Олег. Обещать ничего не буду. Спасибо. Да, не надо. Не надо. Оставьте, оставьте. Спасибо. Ни хуй я не понял. Ну, очень интересно. В общем, ребята, Олег молодец. Это, наверное, единственный, кто так продикся ситуацией. Прям вот так вот, что он типа не ожидал. Что дедушка может работать, да еще слепой. Готов был помочь. До конца шоу устанавливал приложение. Это очень достойно. За что был отблагодарен. Олег, респект тебе. Есть кто-нибудь? Левитон сумка. Довести до дома надо. А дом где? На Красносельской. Так это же в центре Москвы. Я знаю, я заказ отвозил сюда. А у меня телефон разрядился. Понял. Извините, пожалуйста, я точно не могу вас довезти. Но этот интеллигентно отшил. Вот это интересная машинка подъехала. Ретромобиль. Интересно, кто там. Здесь есть кто-нибудь? Вам помочь? А метро где? Метро. Это вам нужно прямо пойти и налево. А где прямо? Вот вам вот сейчас прямо. А вы не проводите? Да, давайте. Пойдемте. Вам помочь? Да. Спасибо. Как вас звать? Настя. Настя. Спасибо вам большое. Дело в том, что это социальный эксперимент. То есть вот так вот. И спасибо вам за то, что вы откликнулись. Да, да, да. Спасибо вам большое. Не за что. Вот возьмите вам на конфетки. Не, 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 возьмите на конфетки. Ай-яй-яй, застеснялась. Молодец, девчонка. Готова была помочь. Прям давай, говорит, отведем. Ну нормально, нормально. И деньги еще не взяла. Ну что ж, друзья. Вот такой вот у нас получился социальный эксперимент. Сами все видели. Единицы людей только останавливались. И как-то вникали в мою ситуацию. И как-то пытались помочь. Есть кто тут? В общем, ребят, люди в последнее время почему-то какие-то стали злые и менее отзывчивые. Наоборот, в наше трудное время сейчас надо как-то вместе быть. Три мушкетера. Один за всех и все за одного. Вот так вот, ребят. Нет, конечно, наглецов сегодня много было. Но я не знаю, ребят. Вот будь я, я бы хрен прошел вот мимо такого человека, если бы у меня прям кричали. Но ты в эпицентре, считай, находишься вот этого происходящего. Ну как нафиг можно пройти? Мне, если честно, ребят, кажется, что это чисто в России вот такое может быть. Не знаю почему. Но вот если в какой-то другой стране вот подобное снять, ну, может быть, по-другому все будет. А может я ошибаюсь, кто его знает. Пока не проверишь, не узнаешь. Были у нас сегодня и хорошие люди, которые отзывчивые и прошли БИБА. Я хочу выразить огромную благодарность вместе с мамой, дорогие друзья. Что касается с проверкой богатых, да, возле вот азбуки вкуса, я считаю, что им место быть. Просто пишите в комментарии, каким способом хотели бы увидеть, чтобы я еще кого-нибудь проверил тут. Покажите максимально свою активность, и мы обязательно снимем вторую часть. Поддержите меня, покажите свою активность в Телеграме, а также подписывайтесь на игровой стрим-канал. Там я буду стремить игры, а также с вами общаться в прямом эфире. Спасибо вам большое, огромное, за поддержку, друзья. Я нельзя на волю, не имею права. Можно ли за двери, можно до стену. Мне нельзя налево, мне нельзя направо. Можно только не могу слить. Можно только слить.